Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну, слово начальство прозвучало. Многие проблемы, я тут же переставил автомобиль на то место, куда мне указал сотрудник. Ну, вот. Уже готовился ко сну. Все было сделано, видео переброшено, аппаратура отключена, видео регистратора демонтированы. Как смотрю, подъезжают два автомобиля. Причем на одном из них. Интересный номер, буклосочетание, которое звучало как слово ВОРН. Я слышал, что некоторые буклосочетания, как слово ВОР, там, ну, матерные выражения, которые составляли эти буквы. Их просто-напросто ГИВДД не выпускают. Ну, а тут бросающиеся в глаза надпись ВОР. ВОРН, ну, я не знаю, это из правительства края или криминальный какой-то, имеет оттенок. ГИВДД не знаю, но вот так было. Вышел мужчина, то есть, средние уступности, полноватый. Зашел в помещение. Из второго автомобиля вышли люди там, ребята, женщины, дети. Ну, наверное, домочаться, не знаю. Зашли оденем. Ну, а я, закрыв глаза, уже дремал. Когда услышал стук в стекло, открывая глаза, стоит молодой человек. Я бы сказал, спортивного телосложения. И обращаются. Пожалуйста, уберите машину. Я опишу. Он повторяет. Я вас очень прошу, уберите, пожалуйста, машину. Я говорю, ну, мне это место указал сотрудник. Он снова повторяет. Пять или шесть раз повторял. Он на мои вопросы, на мои слова, что я заплатил деньги. И так далее. Никакой больше реакции не было. Ну, я понял, что может закончиться. Печально для меня. Ну, поткнут колеса. Я понял так, что вот этому господину, которого назвали начальством, повторю, я не знаю, это или фамилия, или псевдоним, мне это неизвестно. В общем, меня выгнали. Причем деньги не вернули. Ну, я думаю так, что этот человек под названием начальство, не знаю фамилия или псевдоним, очень нуждается в средствах. Поэтому 150 рублей, которые мне не вернули. Кстати, цена самая высокая в России. Самая высокая в России. Нигде. С маленькой машинкой, ну, с тех, кого в автомобиле, такие деньги не берут. Максимум 100 рублей. Максимум. Ну, а здесь 150. Ну, в связи с того, что я был уставший, и просто сил не было ехать. Ну, силы были ехать в Иркутск, но я объяснил. Все темно, и так далее, и так далее, и так далее. Очень не было. Да и намерения у меня были такие, в Иркутск, не в Иркутск, в Хабаровске. Я разговор веду о Хабаровске. Если я говорился про Иркутск, это оговорка. Хабаровск. Под Хабаровском все это было. Я в видео прокомментирую вот тот момент под Хабаровском в нескольких километрах от моста через реку Амбур. Если двигаться в Хабаровск с запада, то это с левой стороны походу движения. Вот так вот. Очень неприятная история. Естественно, это смазало, наложило отпечаток на весь город, на весь регион. Очень неприятно и я скажу и зря другого выходящего. Такого никогда нигде со мной не было. Никогда и нигде. Ни разу за много лет, когда я занимался еще перегонами, такого не было. Ни-когда. просто подходил охранник, показывал, где предпочтительнее поставить автомобиль, чтобы не мешать большим грузам. Я всегда высказывал пожелание, чтобы свет от столбов не мешал спать. это всегда учитывалось и всегда без проблем. Ни разу за много лет перегонов, сколько у меня было их, такого вот я не испытывал. Ни разу. А тут господину начальства начальство вот. Фамилия это его или псевдоним или погоняло я не знаю. Так, 95-й 48-й 40 вот так вот. Уже прям на 10 рублей упала цена. Ну, я говорю, что деньги мне никто не вернул. Со стоянкой меня выгнали. не знаю, я с ним не знаком, лично не общался. я могу предположить, что ему не понравился регион. Это предположение, что он ненавидит Москву и всех, кто там живет. и всех, кто имеет какое-то отношение к городу. так, что вы будете проезжать, посмотреть видео, конечно, я останавливался. На видео это здание попало. Останавливаться вам там на ночь или нет, конечно, решать вам. Я просто довел информацию о том, что там случилось. Очень неприятно, очень. Так, 48,40 здесь. Ну, все. В этом регионе в Бурятии бензин 48 рублей. Так, где же мои бузы? я ушел, когда ехал на восток. Оно должно быть с левой стороны походу на движение. Вот он, профессионал. На фуре. 12,67 обгоняет на мосту правила. Я не отличаюсь дисциплиной про трассе, допуская нарушения. Но то, что здесь творится, это вообще ни в какие рынки. корпусы нарушает вот не ни одного ДТП. Слава Богу, я не видел. ни одного ДТП, слава Богу, Может из Находки, может из Владивостока, может в Улан-Удэя, может в Иркутск. Достаточно много автовозов. Автомобили бушные везут из Японии в Россию как помойку. Хотя нужно дать должное, что люди еще много лет на этих бушных автомобилях разъезжают. Подавляющее большинство, просто подавляющее, это правородные автомобили. Продолжение следует... Съемка ведется на три видеорегистратора. Один фронтальный снимает то, что впереди. Это Trend Vision. С левой стороны снимает Silver, маленький регистратор, без позиционирования. И правая... Это... Data Cam 6 Max. Он хищник какой-то летает, просматривает добычу. Поршу, наверное, или... Кто-то другой. Так. Гаишники или дорожники? Это... Это сопровождающие по всей вероятности. Продолжение следует... 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 Принимать пищу не буду Потому что потянет к сону Потерять время Смотреть такую погоду Не хотелось бы 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 Перевол начинается. Небольшой, но красивый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Повторяю, насколько все красиво, какая красивая природа, в том числе и в Бурятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Чем-то напоминает Дальний Восток. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...